Дорогие друзья, всем зрителям канала Храма Святых Равнокосленных Константина и Елены на канале YouTube, я желаю и счастья, и радости, и полноты жизни. А подлинная полнота возможна только тогда, когда в нашей жизни присутствует Христос и Бог. И каждый храм – это напоминание о том, что Бог действительно с нами, что Бог может жить среди нас, Бог может жить и в наших сердцах, в наших душах. И вот каждый из нас может и молитвенно, или другим образом принять участие в созидании в Санкт-Петербурге нового храма в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Реквизиты находятся под видео. Смотрите наш канал. С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня в апостольском послании мы слышали с вами такие заветные слова. «Уже не я, а живет во мне Христос». Вот это вот в данном случае мы должны, дорогие братья и сестры, в этом тексте увидеть самое главное. Это высота достижения человека, чего человек может достигнуть. Это увидеть Бога и Бога познать. Вот это самое главное, о чем говорит сегодня в апостольском послании нам сам апостол Павел. А как можно Бога познать и как его можно увидеть? И вот прежде всего, дорогие братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание на Священное Писание. «Влаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот в данном случае мы должны здесь тоже обратить внимание на следующее. Для того, чтобы Бога видеть, для того, чтобы его познать, напрямую и всецело зависит от чего? От нашего нравственного состояния. Насколько мы с вами чисты. Это очень важно, потому что мы живем с вами в таком мире, где многообразие страстей настолько их много, что мы с вами вынуждены к тому или иному страсти поддаться, приобщиться и так далее. И вот преподобный Иоанн Лествич говорит, что страсти приводят к самому главному, нехорошему, отрицательному результату. Это то, что мы с вами, дорогие братья и сестры, теряем свою целостность. Что такое утратить свою целостность? А это говорится прежде всего о том, когда в данном случае мы неволим и разумом принимаем решения, когда мы свою волю реализуем по-настоящему, а когда всецело, наш поступок, он зависит от того или иного обстоятельства, а чаще всего хочу или мне так удобно. И вот преподобный Иоанн Лествич продолжает, он говорит, что, как правило, когда человек теряет свою целостность, то разум, его воля, она блуждает, она блуждает, а тело поддается страстям и помыслам. И в силу этого, вот современные богословы для понимания этой целостности человека приводят такой пример. Говорят, человек, они сравнивают, он как парламент. Вот человек один, а фракций в нем много. Вот фракция головы говорит, почитать бы книгу или фильм посмотреть, но желательно хороший. А вот фракция сердца, говорит, призывает человека к молитве. А фракция желудка говорит, да поесть же надо, два часа ничего не ел, уже в горле ком стоит. А, извините, тело говорит, поспать бы, понежиться в постельке, ну чего рано вставать-то, чего дела-то делать и так далее. И получается, человек, он один, а фракций много. И в зависимости от того, какая фракция одержит победу, тот поступок человек и совершит. Вот этого не должно быть. Когда человек всецело, един с сердцем, умом и разумом, и этот разум чист, он никогда такого поступка не поддастся движению обстоятельств. Он чисто и своей волей, и своим разумом сделает то, что от него требуется. Наша задача быть человеком, уподобиться стать человеком, потому что действительно мы с вами созданы по образу Божьему. Далее, о чем говорит Иоанн Лественчик. Он говорит, для того, когда мы с вами в данном случае, как мы можем в хаосе вот этих страстей восстановить свою целостность. Оказывается, мы должны с вами научиться возненавидеть грех, иметь отвращение от греха. Потому что мало констатировать того факта на исповеди, что я грешный, я совершил такой-то грех. Этого мало. Надо научиться возненавидеть этот грех. Тогда начнется что-то получаться. Тогда начнется что-то по-настоящему в нас меняться. Потому что само по себе покаяние преподобный говорит, что это завет с Богом об исправлении моей жизни. Видите, как важно, да? Какое-то важное таинство. Кроме того, дорогие братья и сестры, Серафим Саровский по вопросу боговидения, по вопросу богопознания говорит, что у нас есть и другие с вами инструменты, чтобы мы бога видели, бога познали. И такие инструменты это пост, молитва, милостыни, ради Христа всякое доброе делание, которое мы можем с вами совершить и сделать. Но самое обращает внимание главное, это все же молитва. Потому что по-настоящему с молитвой мы имеем с вами возможность что? Предстоять лично, непосредственно перед Богом. Общаться с Богом. И вот только молитва дает нам возможность воссоединить с нас все душевные силы. Организовать эти душевные силы и поместить их в самый главный орган, в духовный наш центр, который в Священном Писании называется наше сердце. Поэтому, дорогие братья и сестры, да воцарится в сердцах наших Господь Христос и с Ним царствует мир и благословение. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»